Есть совершенно замечательная, очень простая математическая идея. Мы будем считать не сами эти леса, а мы с вами будем смотреть, как они возникают. Рассказываю. Вот ведь в конце концов можно себе представить такой процесс. Были N точек, пронумерованных числами от 1 до N. И мы потихонечку рисуем один отрезок, второй, третий, четвертый. И в конце концов у нас возникли, возникли, возникли отрезки, и возник этот самый лес. Или наоборот. Можно взять, когда имеется какой-то лес, и эти самые отрезки, что называется, по одному уничтожить. И в конце концов стирать по одному, по одному, по одному, и получим набор точек, пронумерованных числами от 1 до N. Идея, согласитесь, очень даже простая. Давайте проследим, как это делается. Итак, пусть у меня имеется совершенно любой лес, в котором K компонент связности, то есть K деревьев. В нем реально есть K деревьев, при этом эти деревья пронумерованы числами от 1 до K. То есть в одном из этих деревьев есть число 1, вершина 1, в другом есть 2, в третьем 3, в K там есть 2. Все, больше ничего нет. Вопрос. В таком случае, сколько всего рёбер? Ну, это очень известная вещь. Вообще-то, когда у вас есть любое дерево, то в нём количество рёбер на единицу меньше, чем количество вершин. То есть N минус единица. Это известно почему. Потому что если вы берёте любую вершину и от неё направите стрелочки во все стороны, то стрелочек будет столько же, сколько всех других вершин. Но и при этом в эту вершину ни одна стрелочка не ведёт, поэтому стрелочка на одну меньше, чем вершина. То есть в каждом из этих деревьев количество рёбер на единицу меньше, чем количество вершин. Ну, соответственно, когда вы сложите, то общее количество рёбер будет не на единицу, а на K меньше. Записываем. K один у них. Соответственно, всего у нас N минус K рёбер. Отлично. Всего у нас с вами N минус K рёбер. Всего у нас с вами N минус K рёбер. Теперь только вот какая ситуация. Сейчас у меня будет некоторая проблема с нумерацией, и очень важно в этом не забудиться. Значит, господа, я, конечно, замечательно сказал с самого начала, что вот у нас числами от 1 до K, что называется, всё пронумеровано, но сейчас у меня будет такой процесс. Я буду брать какое-нибудь ребро, причём производное, стирать, и после того, как я его стёр, я буду объявлять, что вот в том дереве, которое получилось, вот эта вершина является отмеченной. Но было бы наивно считать, что если я стираю любое ребро, то это будет обязательно число K плюс 1. Но с другой стороны, в ходе моей конструкции, надо, чтобы это было K плюс 1. Противоречие получается. Поэтому давайте сделаем так. Давайте уйдём от условия, что действительно числа от 1 до K нумеруют наши компоненты. И будем считать, что в каждой компоненте произвольно выделена некоторая вершина. Она объявлена корнем. Значит, надо знать такое слово. Корень дерева. Вот одна вершина в каждом из наших деревьев объявлена. Разумеется, это очень сильно меняет все подсчёты, потому что совершенно ясно, что вы не можете, ну как бы... Вы, повторяю, должны в каждом из K деревьев иметь некоторую вершину выделенную, но при этом мы уже не можем сказать, что это обязательно число от 1 до K. Ситуация понятна? Ситуация понятна. Отлично. Теперь пошёл подсчёт. Он будет очень простой, но с другой стороны надо внимательно следить. Значит, итак, в чём подсчёт? Имеется у нас... Я не знаю какой. Имеется какой-то лес. Мы уже договорились. В нём N вершин, да, в нём K деревьев. При этом в каждом из этих деревьев у вас отмечена какая-нибудь точка, ну не знаю какая, которая называется его корень. То есть у нас такой настоящий лес. У каждого дерева есть в точности один корень. У нас N минус K ребер. Всё замечательно. Мы делаем простую штуку. Сначала разборка идёт сверху вниз. Господа, мы берём любое ребро, вот так вот, например, вот это ребро, его уничтожаем. Что происходит тогда с этим деревом? Оно распадается на две компоненты. Ну, кстати, в принципе, могло быть это и такое ребро, тогда одна из компонентов – это одна точка. И, вот скажем, в этом случае, объявляем корнем вот этого дерева вот эту точку. Идея понятна? Замечательно. Вопрос. Сколькими способами можно выбрать одно ребро из N минус K штука? И заметьте, что когда мы это сделали, мы получили опять лес, в котором только уже компоненты на одну больше, а ребер на одно меньше. Мы там опять выбираем. Получается N минус K минус 1. Там опять выбираем и так далее, и так далее. Ребята, ребята, это просто очевидная ситуация. Количество способов – это N минус K в 3. Количество способов, так сказать, разобрать вот этот наш лес, дойдя до N точки. Это в точности N минус K в 3. Намного интереснее задача в обратную сторону. Представьте себе, что я двигаюсь наоборот, что называется, снизу вверх. То есть у меня сначала есть N точек. Я хочу сначала добавить одно ребро, потом второе, потом третье, и в конце концов получить лес. Посмотрите, вот здесь есть какая-то такая картинка, вот здесь есть какая-то такая картинка, на которой у меня, сейчас повторяюсь, K компонент, и каким способом я могу взять и объединить некоторые два дерева в одно. Давайте подумаем. На самом деле, я должен взять абсолютно любую вершину, я должен взять абсолютно любую вершину, ну, например, вот эту, и из нее провести отрезок в какой-то корень. Что в этот момент происходит? Корень перестает в корень. Остается вот этот корень, ну, и, соответственно, все замечательно. Так, очень важно. В принципе, я мог провести и вот этот отрезок, и тогда вот это перестало бы быть корнем, и у меня все получилось. Еще раз повторяю, о чем мы сейчас разговорим. Я рассматриваю такое действие, как стирание по одному ребру. Вот смотрите, ребята, это число, N-K в катриал, все поняли, откуда оно возникло? Да? Только внимание, это N-K в катриал вариантов возникает, внимание, когда вы берете любой лес, в котором N-K в катриал, и в нем по очереди по одному ребру разбираете, разбираете, разбираете. Поэтому всех таких конструкций, на самом деле, не N-K в катриалах. Надо на самом деле это умножить на число лесов. Вот таких вот лесов, да, в которых у нас K-компонент и N-вершин. Вот это у нас такое количество конструкций. На самом деле, моя цель это найти число лесов. Поэтому, если я сейчас другую формулу получу для вот этой же величины, то я тем самым решу задачу. Понятная идея? Замечательно. Я смотрю, как это делается. Господа, значит, когда у меня есть в некоторый момент конструкция, то, если в ней N-вершин и K-компонент, то совершенно понятно, что я выбираю любую из N-вершин и введу стрелочку в корень любой, только не в ту же компоненту, в любой из K-1 компонента. Значит, формула такая. Любая из N-вершин выбирается, и из нее идет стрелочка в любую из K-1 компонента. Так, давайте потренируемся. Значит, у нас в конечный момент возникает N-точек, правильно? N-точек, пронумерованных числом от 1 до N. Смотрим, как было за шаг до этого. Выбираем любую из N-точек. Замечательно. Это можно сделать N-способами. И из нее стрелочку в любую из N-1 компонента. Значит, получается N умножить на N-1. Отлично. Теперь компонент уже у нас не N, а N-1. Как сделать еще один шаг подъема? Опять выбираем любую из N-вершин, только компонент уже будет не на единицу меньше, чем N, а на единицу меньше, чем N-1. И будет N-2. И так далее, и так далее, и так далее. И заметьте, у нас все время есть число N. И чтобы довести до ситуации, в которой N-K ребер, повторяю, мы каждый раз добавляем поребу. У него каждый раз любая из N-точек является начальной. И в качестве концов сначала любая из N-1, N-2, N-2. Значит, у нас получается вот какое число. N в степени N-K, а вот дальше умножить на следующее. На N-1, на N-2. Так мы сделали N-K шажочков. Значит, насколько я понимаю, здесь будет N-N-K. То есть, у меня закончится это все на K-1 и на A. Господа, давайте проверяйте. Значит, чтобы из изначальной ситуации, когда в точности N-точек и 0 ребер, добавляя по одному ребру, довести все до ситуации, когда у нас N-K ребер, мы должны N-K раз делать такой выбор. Выбираем любую точку, это делает N-точек, и все будет N-K. И дальше, в первый раз у нас N-1 компонента, возможно, потом у нас N-2, и так далее, и так далее. И в конце концов, у нас будет на последнем, так как я понял. Отлично. И вот сейчас должно произойти самое интересное. Мы с вами должны понять, что вообще-то мы считали одним, одно и то же число. Мы с вами вычисляли одну и ту же величину двумя способами. Одну и ту же величину мы вычисляли двумя способами. Давайте теперь посмотрим, что же такое число лесов. Надо просто для этого поделить на N-K ребер. Пишем число лесов. Это есть N в степени N-K. Замечательно. минус 1 умножить на N... Замечательно, минус 1. А N я сюда написал, поэтому я все правильно пишу. Умножить на N-1, на N-2 и так далее, на K-1. А вот это самое число K я переброшу сюда. Это я пытаюсь получить вот эту самую формулу. И давайте посмотрим, собственно говоря, почему у меня это не получается. Здесь в знаменателе получается N-K в триангуте. Вот еще интересный вопрос. Что же это за число? И почему на самом деле у меня не то, что не получилось, а наоборот совершенно замечательно получилось. Посмотрите внимательно. Что это такое? N умножить на N-1, на N-2 и так далее, на K-1 и разделить на N-K в триал. Для тех, кто плохо знает еще число сочетаний, давайте я так, я напишу сюда еще K в триал и вверху еще доножу на K в триал. Может, вам так и чекают. Это что такое? Число сочетаний из... Это число сочетаний из... N-K. Из N-K. Господа, помните, я вам говорил такую штуку, что мы не могли гарантировать, что в наших деревьях отмечены именно вершины с номерами 1-2 и так далее, когда я так вот по одному ребру добавляю, на самом деле в роли отмеченных чисел могут оказаться любые K чисел. Идея понятна? В качестве отмеченных могут оказаться не обязательно числа от 1 до K, а любые K чисел. Мы получили поэтому не число весов, которые с самого начала хотели, когда я хотел, чтобы были четкие. В первом дереве отмечены единицы, во втором двойках, в капельном число, а мы получили вот во столько раз больше. Замечательно. Значит, тот ответ, который нам нужно, он вот. А вот это вот та самая перенумерация. Понятно? Вот теперь, пожалуйста, я специально ничего не стирал. Пожалуйста, еще раз посмотрите, потому что мне кажется, что доказательство действительно, что называется, самое легкое. Так, еще раз возвращаюсь, я сейчас еще раз отдам на другом примере уже, но просто хочу, чтобы вы что-то до конца прочувствовали. Господа, еще раз возвращаюсь к нашей задаче. Речь идет о нумерованных графах, так? Когда вершины пронумерованы числами от 1 до n. Замечательно. Дальше мы говорим в следующую растушку, что когда нам дали лес, в котором как компонент связанности и соответственно n-ка легок, и все эти компоненты связанности это деревья, то в таком лесу мы можем по одному стирать легок. Это делается вот таким количеством способов. Если взять умножить это количество лесов, то у нас получат такие конструкции. Понятно? Понятно. Дальше. Наоборот, это если идти сверху вниз, если по одному легку убирать. Наоборот, что бывает, когда даты числа от 1 до n я постепенно рисую шребок. На каждом шаге мы должны как бы рисовать стрелочку от любой вершины к какому-то корову, к какой-то выделенной вершине. Любую вершину выбираем n способами, а этих столько, сколько к этому моменту компонент связанности минус 1, потому что из этого нельзя было. Замечательно. Когда у нас было n точек, то будет n умножить на n минус 1, потом будет n минус 2 и так далее, и так далее, и так далее. Ну и дальше надо просто аккуратно записать это число и все получается. Вот это число посчитали, и все получилось. Победа? Победа. Спасибо.